This conference will now be recorded. Алексей Лапаев, руководитель по оптимизации процессов тестирования в группе компании Тинькофф. И Алексей сегодня расскажет про свою зону ответственности в Тинькофф Банк и дадут практические советы по входу в профессию тестировщика. В начале нашего вебинара я несколько слов скажу о нашем учебном центре и также в конце расскажу вам о возможности получить грант на обучение, которое имеет сегодня каждый, кто записался на данный вебинар. Итак, мы учебный центр специалист на рынке образовательных услуг уже более 30 лет и за это время мы обучили более 1 миллиона слушателей. Так как у нас достаточно большой опыт в обучении людей, мы смотрим, как наши слушатели развиваются. Мы здесь как-то создали программу трудоустройства выпускников, помощи трудоустройству, которая помогает вам избежать каких-то ошибок, каких-то препятствий на пути вашего карьерного развития. Сейчас вкратце перечислю некоторые ее опции. Первое, что мы учитываем при создании курсов, это то, что обязательно для работодателя те ваши хардскиллы, с которыми вы выходите на рынок труда. И все наши курсы практикоориентированы для того, чтобы у вас была не только теория, но и практические навыки, с которыми вы заканчиваете наши курсы. Также важно при выходе на рынок труда, уже имея какие-то навыки, правильно себя вести, правильно себя позиционировать, правильно как-то себя вести на собеседовании. Всему этому мы вас учим бесплатно в нашем курсе «Поиск работы». Он проходит ежемесячно, ведет его наш преподаватель Ольга Юрьевна Светлышева. Можете записаться по QR-коду или еще ссылочки в чат я добавлю. Кому нужна индивидуальная консультация по выходу на рынок труда, тоже можно записаться, вот есть QR-код. Также мы регулярно проводим разные карьерные мероприятия, не карьеры, встречи с работодателями. Ближайшее мероприятие у нас будет 23 декабря. Будем говорить о том, как найти работу в IT. Действующие HR и международные IT-компании выступят и расскажут вам тоже, как себя позиционировать вот в этой сфере при выходе на рынок труда. Ну и, конечно же, вакансия от наших партнеров, так как мы учим не только физических лиц, но еще и работников разных компаний. Их руководство особенно ценит качество подготовки специалистов и с удовольствием рассматривает наших выпускников на те или иные позиции. Присоединяйтесь к любой из перечисленных групп. Также эти вакансии есть в нашем сайте. Там, где вам удобно, отслеживайте, может быть, что-то вам подойдет. Есть предложения для специалистов разного уровня, от стажировок до каких-то серьезных уже специалистов с опытом. Вот. Вкратце рассказала про нашу программу трудоустройства. Отвечаю на вопросы в чате, что да, запись будет в личном кабинете. Также будет доступна на YouTube-канале. Вот. И на этом, наверное, на этой ноте хочу передать слово Алексею. Алексей, передаю вам права презентера. Всем привет. Сейчас я разберусь, как мне правильно переключиться на презентацию. Подскажите, видно слайд? Да, все видно прекрасно. Так, отлично. Всем добрый вечер. Сегодня мы поговорим про профессию тестировщик с вами. Меня зовут Алексей Лопаев. Я, как Ольга уже сказала, работаю руководителем по оптимизации процессов тестирования в группе компании Тинькофф. Звучит сложно. На самом деле я делаю простую вещь. Я думаю, как нам тестировать быстрее, лучше и дешевле. Вот. Это круг моих обязанностей, наверное, в трех словах. Кратко обо мне. Почему я сегодня здесь и почему я посчитал тем, что я вам могу про эту профессию рассказать. В принципе, в области обеспечения качества и тестирования я 10 с небольшим лет уже. Первый опыт тестирования, который я люблю рассказывать в каком-то неформальном общении, что я был тестировщиком тепловозных двигателей внутреннего сгорания. Я действительно приходил на здоровые стенды. Там стояли дизеля, которые двигают локомотивы. И задачей моего цеха было проверить, насколько эффективно они работают. То есть у нас все было обложено там датчиками давления, датчиками оборотов и прочими интересными устройствами. И это такое тестирование железа, я бы назвал. Первый опыт в тестировании информационных систем и программного обеспечения. То, что более приближено к сегодняшнему нашему дню и аудитории. Это было программное обеспечение, которое позволяло брокерам управлять фондовыми биржами. То есть у нас были десктопные терминалы, на которых брокеры с поручения своих клиентов выставляли какие-то заявки на покупку, продажу акций и управляли фондовыми биржами. Непосредственно это ПО поставлялось в лондонскую биржу, в нью-йоркскую. Работал я на тот момент в компании аутсорсе, которая занималась как раз-таки тестированием десктопных приложений. И дальше мой карьерный путь строился так, что я долго был тестировщиком в этом аутсорсе. Потом я перешел в другую компанию, в Яндекс. Там от слова тестировщик мы отходили и старались делать и называть себя специалистами в области обеспечения и качества. То есть более широкий круг захватывать. Об этом я чуть позже расскажу. Обязанности. Потом мне удалось побывать с другой стороны баррикад, побыть разработчиком, код которого тестировали наши тестировщики. Потом я был в роли, которая называется модным сейчас словом DevOps, то есть управлял инфраструктурой, брал какие-то обязанности администратора систем. Потом, как ни странно, вернулся опять в профиль тестировщика или КОА-инженера, потому что это интересная профессия. Тут намного больше удается увидеть из области информационных технологий, чем в других сферах. И сейчас я вырос попрофессионально в этой сфере и стал, что мы называем внутри группы компании, head of QA, то есть управляю командой тестирования. Вот. Такой вкратце, наверное, мой жизненный опыт. Сегодня мы попробуем ложиться в час, не особо задерживаться. Вечер у всех дела, да, и, наверное, день прошел тоже достаточно насыщенный. Поэтому сегодня мы поговорим с вами вкратце о том, что такое тестирование вообще, что это за профессия, что там делают. Пройдемся по тому, как разрабатывают программное обеспечение. Немного поговорим о том, как же тестируют это программное обеспечение. Как ни странно, поговорим про то, как оптимизируют тестирование, да, то есть никаких догматичных подходов сейчас не существует. Все пытаются улучшить профессиональную область. И поговорим о путях развития тестировщика, который уже получил какие-то знания и хочет дальше профессионально развиваться. Первая тема. Что такое тестирование? Когда обычно говорят тестировщик, то подразумевают человека, который проверяет соответствие работы системы неким требованиям. Вот такая профессиональная цель. У вас есть на руках требования, выдвинутые, допустим, заказчиком, бизнесом, стейкхолдерами, да, то есть людьми, которые заинтересованы в том, чтобы программное обеспечение работало. Будь то программа на вашем компьютере, десктопе, ноутбуке, телефоне. Может быть, это вообще серверная какая-то программа, у которой даже нет интерфейса. Будь это ПО, встраиваемое в какие-то устройства, в банкоматы, в терминалы, возможно, это ПО, которое управляет полетом самолета в автопилоте, да, неважно. У любого программного обеспечения есть какой-то заказчик, есть какие-то требования, что эта программа должна делать. Задача тестирования проверить, что написанная программа полностью удовлетворяет выставленным требованиям. Плюс еще немного посмотреть, наверное, в сторону, потому что в требованиях тоже бывают иногда нелогичные ошибки. С такими я встречался, когда тестировал как раз те самые фондовые биржи. Там была многостраничная документация, и первой задачей нас, как тестировщиков, было вычитать ее досконально, проверить на логические несостыковки, которые действительно там были, проверить на несоответствие каким-то технологическим ограничениям, и только тогда уже тестировать программу, которая была написана по этим требованиям. Собственно, самая очевидная цель – найти несоответствие требованиям. Если вы находите несоответствие требованиям в том, как работает программа, вы хороший тестировщик. Но область профессиональная у нас чуть больше. На самом деле мы убеждаемся в том, что программа работает правильно, потерпев при этом неудачу в попытке доказать, что она работает неправильно. Это интересная логическая фраза, советую в нее вчитаться и просто осмыслить. Вы не можете доказать на 100% что программа работает правильно. Вам не хватит жизни протестировать ее всеми возможными сценариями. И, как любят писать во многой литературе, в статьях, исчерпывающее тестирование – оно невозможно. Оно невозможно в силу ограничения реальности. Мы не можем взять у бизнеса всю жизнь или месяцы, годы на то, чтобы всесторонне проверить нашу программу. Плюс еще, кроме всесторонней проверки программы, представьте, я не знаю, у вас на компьютере работает какое-то приложение Microsoft Word, допустим, вы его открываете, проверяете, работает оно или нет. А что, если это приложение установить не на ваш компьютер личный, а на компьютер вашего друга? Заработает ли оно у него? То есть накладывается еще инфраструктурное разнообразие. И его тоже неплохо бы проверить, то есть на всем возможном многообразии устройств. И вот такие ограничения, они как снежный ком могут накладываться друг на друга, и за счет этого мы не можем проверить в реальной жизни все случаи, когда у нас программа может работать, предусмотренная. Это, естественно, не касается каких-то простых программных продуктов, в которых там, не знаю, десяток строк, и их легко оттестировать на всевозможном оборудовании, под которое они только пишутся. Как говорил один ученый Дейкстера, тестирование программы может служить для демонстрации в ней ошибок, но нельзя тестированием доказать, что этих ошибок нет. Вы можете найти критичные какие-то ошибки, несоответствие требованиям, но вы никогда не найдете какой-то хитрой ошибки, которая, мало того, что не была описана в требованиях, еще и до нее доковыряться очень-очень сложно. Когда мы говорим про тестирование программного обеспечения, сейчас давайте сразу обозначим контекст, мы говорим про тестирование приложений, которые зачастую выглядят примерно как на рисунке. Любое приложение практически можно разбить на так называемые слои. Слоев у приложения обычно три. Самый первый – это слой представления, то есть какая-то интерфейсная часть, и сейчас это не только про GUI, про UI, про интерфейс именно визуальный с кнопками, с какими-то картинками, подписями и прочим. Представление – это то, с чем взаимодействует пользователь, клиент. Нашим клиентом могут быть роботы, которые обходят страницы нашего сайта, допустим, а сайт – это тоже такое же приложение, и они не пользуются никаким интерфейсом. Они отправляют запросы через интернет, получают какие-то ответы. У них нет перед глазами кнопочек. В то же время в своем представлении может пользоваться действительно человек. У любой программы есть какой-то интерфейс, если она разработана для людей, через который человек с ней взаимодействует. Представление не может существовать само по себе в вакууме. У любого программного обеспечения есть какая-то логика. Обычно ее называют бизнес-логикой, то есть сосредоточение кода, который реализуют требования. Требования выдвигаются заказчиками программного обеспечения. Соответственно, заказчики определяют ту бизнес-логику, по которой оно должно работать. Если это приложение, программное обеспечение управляет самолетом, допустим, который находится на высоте 10 тысяч метров, то у него бизнес-логика говорит о том, что в какой-то момент надо передать, допустим, управление пилоту, или что самолет нужно вести нужным курсом. Если это программное обеспечение более приземленное, например, приложение в вашем телефоне, то бизнес-логика говорит, как вы в это приложение заходите, какую функциональность вы можете в нем использовать, какую ценность для вас, как для клиента, это приложение несет. И если приложение оперирует какими-то пользовательскими данными, представьте, вы заходите на свой любимый сайт и заполняете формочку, по которой авторизуетесь. Допустим, это какая-то соцсеть. У вас в этой соцсети есть ваш профиль, соответственно, есть данные, которые приложение хранит. Ваше имя, фамилия, почта, пароль, возможно, еще какие-то характеристики вас, как личности, как пользователей этой соцсети. Все эти данные хранятся в слой, который обычно называют хранилище. И сейчас это может быть база данных, это могут быть какие-то локальные файлы, может быть все, что угодно, может быть просто в памяти приложение хранит, и когда приложение выключится, все ваши данные пропадут. И тот, и другой, и третий подход называются хранилищем. Более того, когда мы говорим про тестирование программного обеспечения, мы не ограничиваемся только вот такой монолитной структурой, то есть приложениями, которые установлены на определенном оборудовании. Будь то приложение на телефоне, которое вам видно, как иконка в интерфейсе, на который вы нажимаете, во все окно разворачивается какая-то функциональность. Будь то приложение на серверах, которое обслуживает, допустим, ваши заходы на сайт, отдает вам, собственно, сами странички, картинки, скрипты, которые на них отрабатывают. Могут быть приложения распределенные. И тестировщики также занимаются тестированием этих распределенных приложений. Вот такой вот монолит, такой кубик, в котором три слоя, может быть объединен с другими кубиками, с множеством других кубиков. Они могут работать как где-то вместе на одном и том же компьютере. Допустим, это тоже офисное приложение на системнике у вас под столом. Так они могут быть соединены и через глобальную сеть. И одна часть приложений может работать у вас, допустим, в свое представление, а бизнес-логика находится где-то совершенно в другой стороне, на других серверах. И перекидываться данными они будут друг с другом. При этом вам, как тестировщику, очень здорово знать, как приложение работает, для того, чтобы у вас был более качественный профессиональный рост, для того, чтобы вы обрастали новыми навыками, вы могли тестировать системы любого масштаба, любой сложности. Поговорим, как разрабатывают программное обеспечение и вообще где роль и местоположение тестировщика в процессе разработки ПО, как оно появляется на свет. Тут я изобразил некий жизненный цикл нашего программного обеспечения, которое появляется обычно из идеи. Кому-то в голову приходит, смотрите, давайте решать боли людей неким программным обеспечением, закрывать их проблемы, помогать что-то делать им с помощью ПО. Эта идея проходит в стадию анализа, когда просто вот из такой мигнувшей в голове лампочки рождается какая-то документация, то есть объяснение вообще программное обеспечение, для каких целей работает, как оно взаимодействует с миром, как с ним взаимодействуют пользователи. Появляется какая-то документация. Эта документация дальше проходит в стадию проектирования. В стадии проектирования нашу документацию, на нее накладываются какие-то ограничения реального мира. Допустим, это программное обеспечение для чего вообще? Для телефонов, для ноутбуков, для банкоматов, может быть, для каких-то более сложных экосистем, может быть, для электростанций. Там тоже есть программное обеспечение, которое ими управляет. Вот эти вопросы с точки зрения проектирования, на каком оборудовании будет работать программное обеспечение, кто его пользователи, они тоже закладывают немаловажный фундамент в то, каким получится наше ПО. Далее следует очевидный этап – разработка. Все эти идеи, все требования, документации, проекты какие-то нужно реализовать. Реализуют обычно в программном коде. Соответственно, отсюда проистекает программное обеспечение. В программном коде реализуются все эти требования, которые на более ранних этапах были предъявлены к нашему программному обеспечению. И после того, как они реализованы в коде, то есть наше ПО готово к тому, чтобы передавать его на клиентов, оно попадает к тестировщикам. И тестировщик на своем шаге берет реализованный программный код, сравнивает его с теми требованиями, которые выдвигались на шагах раньше, и выносит свой вердикт. Действительно ли программное обеспечение подходит под эти требования? Действительно оно решает поставленные задачи? Если тестировщик грамотный, то он задает еще больше вопросов. Правильно ли написано было ПО на том листеке? Может быть, спроектировали его неверно? А может быть, требования от идеи неправильно написали? И самые, наверное, грубые ошибки, которые приводят к большим потерям в деньгах, происходят на ранних стадиях. То есть найти проблему в программном коде, что там где-то кнопочка не того цвета отобразилась, это меньше из зол по сравнению с тем, что найти проблему на стадии идеи. Типа, ребят, а мы вообще написали программное обеспечение, которое не решает никаких проблем. То есть проблемы-то может быть и нет, и может быть, не программное обеспечение тут нужно. Вот такие вопросы может задавать тестировщик, который смотрит дальше, чем свой этап, этап тестирования. Дальше наше ПО попадает в стадию релиза. Релиз, в общем, в смысле это момент, в который реализованный программный код попадает к нашим конечным пользователям. Потому что пока он лежит на ноутбуках, машинках разработчиков, он никому пользы не приносит. Его надо доставить тем клиентам, для которых он приносит какую-то пользу. Будь то это человек, который выдвинул идею, будь то это потребители этой идеи. Представим, что мы делаем какую-то мобильную игру, допустим. Идея зарождается у нас в голове, как у производителей этой игры, но потребители в то же время – это наши клиенты, те, кто будет играть в нашу игру. И вот момент релиза – это тот момент во времени, когда программный код, наше приложение, прошедшее стадии разработки и тестирования, попали тем людям, которые начнут им пользоваться. Как ни странно, жизненный цикл на этом не ограничивается. У нас есть достаточно продолжительная стадия поддержки программного обеспечения. То есть на протяжении всего времени жизни нам нужно поддерживать его работоспособность. Нам нельзя просто программное обеспечение отдать нашим пользователям, нашим клиентам и забыть про него. У них наверняка найдутся проблемы, которые мы не предусмотрели на стадии тестирования. Если мы вспомним, да, исчерпывающее тестирование в принципе невозможно. Мы наверняка какую-то часть проблем упускаем из рассмотрения и их встречают наши пользователи. Эта ситуация не очень хорошая, мы, естественно, их правим, но без стадии поддержки мы бы на них просто не обращали внимания и забывали. Ну и, естественно, завершающая стадия жизненного цикла – это когда программное обеспечение удаляется, становится ненужным, возможно, полностью модифицируется и переписывается, превращаясь в совершенно новое какое-то программное обеспечение. Но момент наступления ненужности определяет тот самый заказчик, чья идея была. Никто из команды не может в этот момент сказать, что мы не хотим, допустим, поддерживать программное обеспечение, поэтому оно не нужно. Или мы не хотим тестировать, поэтому его надо удалить. Или мы не хотим разрабатывать, поэтому заказчик, ты, пожалуйста, сам изучи язык программирования и пиши его. Вот. Если посмотреть на этот цикл, то его можно рассмотреть немного с другой стороны. Есть несколько моделей так называемых разработки. Модель – это то, как артефакты с каждого этапа передаются на следующий. Под артефактами я сейчас имею в виду какая-то документация, какие-то кусочки кода в репозитории, кодовая база. Возможно, это тесты, возможно, это инструкции по тому, как устанавливать программное обеспечение, как им пользоваться, для кого оно предназначено. Та модель, которая появилась изначально, называлась водопадной моделью разработки. Она была очень длительной, и все стадии наступали строго последовательно. Представьте себе, что нам нужно разработать абстрактное программное обеспечение, решающее какую-то задачу. Первая стадия – это идея. Мы ее досконально прорабатываем, придумываем различные сценарии использования нашего ПО, и до этого момента, до момента перехода на следующую стадию, никому эту документацию не показываем. Следующий – это анализ. Все те зарисовки со стадии идеи проезжают большой этап анализа группы людей, которые их досконально продумывают, пишут какое-то техзадание, и только когда всесторонняя документация готова, она переходит архитектору на проектирование. Он трудится над получившимся блоком документации, делает какие-то свои доработки, дообрасывает какие-то идеи, и только в этот момент он передает на разработчиков. Разработчики, получая всесторонне описанные техзадания, начинают разрабатывать код. То есть многостраничная документация становится для них тем золотым эталоном, в соответствии с которым нужно разработать код и реализовать программное обеспечение. И только когда они допишут последнюю строчку кода, они только тогда передают тестировщикам их результат. Соответственно, если тестировщик находит какую-то ошибку, все этапы начинаются сначала. И в такой модели нет возможности вклиниться в какой-то из этапов. Вся разработка должна идти строго последовательно. Другая модель, которая выглядит более подходящей для реальной жизни, которая позволяет убеждаться в качестве программного обеспечения на каждом из этапов, это так называемая V-образная модель. По ней на каждой стадии приходит тестировщик, либо команда тестирования, либо кто-то заинтересован в том, чтобы программное обеспечение работало качественно, без ошибок. И на каждой стадии он вносит свою лепту, проверяет документацию вместе с аналитиком, возможно, проектирует вместе с архитектором, подсказывая какие-то моменты, тестирует программный код. И на протяжении всех этих стадий у нас появляется момент улучшения программного обеспечения. То есть мы можем на каждой стадии найти ошибку и подстраховаться от того, что эту ошибку найдут наши пользователи. Такая модель хороша, но еще лучше, если мы ее зациклим саму на себя. И это приведет нас к итеративно-инкрементальной модели разработки. Когда у нас есть частые циклы, постановки требований атомарных каких-то, элементарных, проектирование и разработки по ним, тестирование тут же, оценки результата и либо перепостановки требований, либо корректировки ожидаемых результатов. Итеративно-инкрементальная модель, можно подумать, что очень похожа на V-модель, на водопадную, но ее смысл в том, что мы не прорабатываем досконально на каждом этапе тот артефакт, который мы будем передавать следующим участникам нашей цепочки поставки. А мы делаем небольшие изменения, их тут же отдаем дальше по цепочке и от всех участников, которые после нас участвуют в разработке программного обеспечения, мы ожидаем быстрой обратной связи, что они придут и либо что-то сделают, либо скажут, что что-то не так, если мы говорим про тестирование, либо еще какой-то результат мы получим очень-очень быстро. Вот такие три модели разработки используются сейчас в современном мире, несмотря на то, что водопад появился когда-то на заре появления вообще термина программного обеспечения, в некоторых местах он действительно оправдан. Если мы возьмем программное обеспечение, которое связано с, допустим, жизнью и здоровью людей, то вряд ли мы там можем себе позволить итеративно-инкрементальную модель, маленькими какими-то шажками что-то накатывать, что-то реализовывать, выкатывать программный код, смотреть, что получилось и давать обратную связь. К сожалению, были случаи, в том числе с не самым хорошим исходом, когда программное обеспечение стояло на оборудовании, которое делало, допустим, рентгеновские снимки. И просто из-за ошибки в коде рентгеновский аппарат начинало давать кратно большую дозу облучения людям. Это приводило к печальным последствиям. Вот в таких областях оправдан водопадный подход. Когда вы многократно перепроверяете на каждом из этапов, что же вы делаете. Всесторонне проверяете ту же документацию перед тем, как передавать ее в реализацию в коде. Всесторонне тестируете полученный программный код перед тем, как его передавать в выкладку, в релиз на пользователей. Но если ваше программное обеспечение не связано с чем-то, с какими-то критичными настолько областями, то в них имеет смысл идти в итеративно-инкрементальную модель. Это позволит вам выпускать программное обеспечение быстрее, чаще, чаще получать обратную связь от ваших пользователей, соответственно, быстрее улучшаться. Поговорим о том, как тестировать программное обеспечение. Самый, наверное, банальный вариант вам пришло ПО. Вам объяснили, как оно работает и сказали, вы же тестировщик, пожалуйста, протестируйте. Можно попробовать понажимать какие-то кнопочки в этом программном обеспечении, можно попробовать поотправлять какие-то запросы, можно попробовать его установить и удалить, допустим. Это все какие-то хаотичные действия, которые не гарантируют качество на приемлемом уровне. То есть какие-то ошибки вы найдете, но нет системности в ваших действиях. Тут стоит проговорить, что задача тестировщика на самом деле – это своевременно сообщить о проблеме, не только ее найти. Ее нужно найти своевременно. Есть достаточно известный профессиональный график стоимости нахождения ошибки. Он показывает то, что если вы находите ошибку на стадии устанавливания требований, то она стоит один условных единиц денег. Если она движется дальше, то стоимость начинает экспоненциально расти. И когда вы доходите до нахождения ошибки на стадии, допустим, приемки или эксплуатации, то есть эксплуатация – это когда вообще ваши пользователи находят ошибку, то стоимость ее починки возрастает на порядке, потому что вам надо эту ошибку быстро как-то исправить для того, чтобы клиенты были довольны, и пройти вместе с исправлением все стадии разработки жизненного цикла программного обеспечения. То есть под нее адаптировать требования, под нее провести проектирование, написать программное обеспечение, дописать его, провести тестирование и заново отдать вашим клиентам. Если бы эту ошибку вы нашли на стадии, допустим, требований, то есть она может быть связана просто с неверным описанием вашей системы, вашего ПО, то исправить ее было бы довольно легко. Вам надо было бы просто в документе, в текстовом исправить какое-то описание того, как будет работать ваша система, и все. И не нужно переписывать никакой код. Поэтому если тестировщик находит проблему своевременно, то это хороший тестировщик. А для этого ему нужно смотреть не только на свою стадию тестирования, потому что когда программное обеспечение до нее доходит, то цена ошибки уже в 20 раз возрастает. А смотреть чуть раньше по процессу разработки ПО. Цифры здесь, я бы сказал, эмпирические, не нужно на них ориентироваться и где-то ими аргументировать. То есть этот график действительно растет по экспоненте, но точное значение можно опустить. Для того, чтобы внести системность в нашу профессиональную область и находить ошибки системно по каким-то правилам, по каким-то понятным процедурам, есть несколько понятий. Первый – это типы тестирования. Это профессиональный термин, который описывает то, насколько глубоко мы изучаем систему при тестировании для того, чтобы сказать, есть в ней ошибки, предполагаемые нами или нет. Глубину обычно описывают терминами ящиков. Есть черный, серый и белый. Как пользователь мы можем посмотреть на систему просто на интерфейс. Допустим, у вас приложение какое-то стоит на компьютере. Для вас любое ПО, любое программное обеспечение на нем – это иконка на рабочем столе, в директории, где угодно, с которой вы запускаете программу, она открывается в окошке, вы взаимодействуете с этим окошком. Вот для вас то, как работает программа, какие там функции реализованы, как написан код – это большой черный ящик. Вам важно пользоваться интерфейсом, вам важно получать результат работы этой программы, но вам не важно вообще понимать, как она работает. Вот с точки зрения тестирования мы можем относиться как пользователь. Действительно, мы можем нажимать все кнопочки в интерфейсе, и сказать на этом «Все, наша работа закончена», мы удостоверили, что кнопки нажимаются, что что-то происходит при их нажатии, дальше мы разбираться уже не будем. Такой подход для тестировщика не очень качественный. Гораздо качественнее, если вы начинаете разбираться в том, как работает программа и переходите к пониманию серого ящика. То есть вы понимаете, при нажатии на кнопку в интерфейсе, что происходит с программой, как она внутри взаимодействует, какой код внутри нее отрабатывает. Если вы начинаете разбираться в программном коде, то есть вам дают кодовую еще и базу для анализа, то вы переходите на стадию белого ящика. Для вас вообще вся последовательность работы программного обеспечения становится полностью прозрачной. На волне свежевыходящих фильмов можно представить, что вы такой нео из матрицы, который видит вообще, как функционирует мир. Соответственно, чем ниже мы спускаемся по этим ящикам, тем больше мы думаем как разработчики. И заметьте, здесь пересечение начинается профессиональных областей. Тестировщик – это не тот человек, который думает интерфейсами. Хороший тестировщик – это тот, кто думает, как реализованы эти интерфейсы. Также мы используем так называемые виды тестирования. То есть чтобы понять, даже если вы тестируете черным ящиком, то есть как пользователь, то вам все равно нужна какая-то система, по которой вы будете повторять ваши проверки, либо описывать их последовательность. Виды тестирования разделяются на несколько видов. Тут тавтология, да, есть функциональное тестирование, в котором вы проверяете, соответствует ли работа вашей программы требованиям именно функциональным. Нажимаются ли кнопки, есть ли кнопки вообще в интерфейсе, какой результат дает ваше программное обеспечение, выполняет ли оно те функции, которые должно. То есть если у вас программное обеспечение для роботов, собирающих автомобили на заводе, то нужно проверить, в нужную ли сторону поворачивается этот провод. Включается ли у него сварка и приваривает ли она дверь. Кроме этого, кроме функциональных требований, неволажным являются проверки нефункциональных требований. Это то, как работает ваше программное обеспечение. Достаточно ли быстро, достаточно ли надежно, какую скорость оно выдерживает. Если мы про робота, то достаточно ли температуры вот этой сварочной искры для того, чтобы приварить дверь. То есть функционально он вроде бы ее приварил, но не факт, что надежно. И есть еще вид тестирования, связанный с изменениями. Это, наверное, более приближено к программному обеспечению, которым пользуемся мы, обычные пользователи, например, какое-то приложение на вашем телефоне, которое постоянно обновляется. С точки зрения тестирования немаловажно проверить, что не только новая функциональность в нем появилась и работает корректно, а немаловажно проверить то, что старая не развалилась. Представим себе ту же соцсеть, про которую мы вспоминали, и представьте, что при каком-то очередном обновлении у вас вокруг аватарки, вокруг вашей фотографии появилась классная золотая рамка. Вот функционально мы ее проверили, она действительно появилась. Но тут может быть проблема, что какие-то ваши параметры другие вашего профиля, например, корр проживания, они просто исчезли из него. Это произошло потому, что тестировщик не посмотрел на изменения программного обеспечения. Он проверил только новые функциональности, все, но не проверил то, что уже было. Соответственно, функциональное тестирование отвечает на вопрос, что делает программа. Нефункциональное отвечает на вопрос, как она это делает. А связанные с изменениями отвечает на вопрос, что же у нас изменилось. С точки зрения тестировщика нельзя хранить в голове все, что вы получите, отвечая на эти вопросы. Поэтому ценным навыком, хардскиллом является то, умеет ли тестировщик строить тестовые модели, то есть говорить о том, как он будет тестировать программное обеспечение, что в нем он будет проверять. Для построения таких, для построения визуализации таких размышлений служат системы хранения тестов. Они называются Test Management System. В них обычно хранятся сценарии тестирования, какая-то тестовая модель, то есть сценарий, по которым вы проверяете и перепроверяете, возможно, в следующих версиях ваше ПО. Когда мы придумываем сценарий, по которому мы будем проверять наше программное обеспечение, мы используем несколько техник тест-дизайна. Классы эквивалентности. Классы эквивалентности легко объяснить на примере, когда у вас есть, допустим, формочка, в которую вам нужно вводить текстовые значения. Так вот, классами эквивалентности в этом случае будет, например, нужно ли вводить в нее все цифры, которые существуют, от 0 до 9, или можно ограничиться одной. Например, ввести 5 и сказать, что все цифры в эту формочку действительно вводятся и хорошо обрабатываются. Нужно ли вводить все алфавиты и все буквы в этих алфавитах, или можно ограничиться буквально парой букв из алфавита и сказать, что если эта пара букв работает, то значит все буквы из алфавита также хорошо обрабатываются. Следующая техника – это граничные значения. Было выявлено просто по опыту тестирования, что нет смысла проверять внутри диапазона какие-то значения. Допустим, у вас диапазон дат позволяет ввести даты с 1 января 1900 года по 1 января 2050 года. Так вот, по середине этого диапазона проверять все даты смысла большого нет. Вы можете ограничиться только так называемыми граничными значениями, то есть ввести 31 декабря 1899 года того, который не попадает в диапазон, ввести самограничное значение 1 января 1900 года и ввести значение внутри диапазона допустимого, то есть 2 января 1900 года. Тот же самый прием повторить с другой стороны границы, там, где у нас был 2050 год. Это с большой долей вероятности будет гарантировать, что ваше программное обеспечение в этом месте функциональности работает правильно. Еще используются таблицы проверки, то есть методика, по которой вы составляете заранее таблицы и по ним проходите, смотрите, работает или не работает ваше программное обеспечение. Упрощенный вариант, да, то есть такая не совсем явная техника с какими-то условиями. Есть еще предположительные техники, то есть причины и следствия. Когда вы говорите, что если я нажму вот такую-то кнопку на панели управления, у меня программное обеспечение отработает определенным образом, это как раз техника причины и следствия. Вы находите причину и обозначаете следствие, которое должно произойти, если причина сработает. Еще интересная техника – это попарное тестирование. Есть допущения, основанные на опыте многолетних тестировщиков с многолетним опытом, которые тестируют на протяжении, наверное, уже десятилетий, что большинство проблем можно найти, если проверять в системе один или два параметра. Представьте себе, вы регистрируетесь на каком-то сайте. У вас там огромная форма с вводом различных полей. Так вот, эта техника говорит о том, что вам не нужно проверить все комбинации, то есть декартовое произведение значений в этих полях. Вам нужно просто попарно их сравнить. Допустим, ввести попробовать сначала имя и фамилию, потом фамилию и год рождения, потом год рождения и ваш пол, потом еще какую-нибудь пару значений выбрать. И таким образом, перебирая вот эти пары значений, тем самым существенно снижая количество сценариев, которые вы проверяете, вы найдете большинство ошибок. Ну и то, с чего мы начали, это исследовательское тестирование техника, основанная на интуиции. Вы, как тестировщик, предполагаете, где программа может сломаться, где какие могут быть проблемы. Это действительно нарабатывается с опытом, и на первых, наверное, днях работы как тестировщика у вас эта техника не будет выглядеть как исследовательское тестирование. Она, скорее всего, будет напоминать monkey-тестинг. То есть, когда вы хаотично просто используете как-то вашу программу без особой системы, и всплывающие ошибки, которые вы находите, всплывающие несовпадения с требованиями, как-то документируете. Без визуализации, даже с этими обозначенными техниками тест-дизайна, очень легко запутаться вообще, какие вы использовали, какие не использовали. Для того, чтобы систематизировать ваши находки, используются те же самые тест-менеджмент-системы. Используются майнд-карты, то есть, когда вы в виде разветвленного дерева пишете те сценарии, которые хотите проверить. Обычно они начинают следовать один из другого, и их легко визуально представить себе. Используется блок-схема, используется специальное программное обеспечение для генерации тестовых сценариев, как в случае с попарным тестированием. Для того, чтобы заносить их, заносить, документировать, хранить найденные ошибки, используются системы баг-трекинга. Возможно, кто-то из вас сталкивался с джирой, которая у многих находится, во многих компаниях используется, либо какой-то еще баг-трекинговой системой. Также тестирование, то есть, то, чем мы занимаемся на работе, легко разделить по уровням, с которых мы смотрим на программное обеспечение. И сейчас я не про черные и белые ящики, а это именно то, как работает наше программное обеспечение с точки зрения распределенности. Любая программа написана из кода, любой код как-то организован внутри. Есть модули, классы, есть функции. Можно писать программу одним большим-большим полотном текста, но такая программа становится неподдерживаемой. Любое изменение в ней приводит к множеству ошибок. Любое изменение связано с дотошным изучением всего того многообразия кода, которое написано в этом одном документе, и это вносит дополнительную сложность. Соответственно, если в программном коде есть модули, то можно тестировать программное обеспечение на модульном уровне. Вы можете распилить мысленно весь тот программный код, который реализует логику, на определенные кубики. И каждый кубик взять и потестировать отдельно. И сказать, что в совокупности эти кубики работают правильно. Но для того, чтобы вот это в совокупности не звучало просто как ваша интуиция, подходит интеграционное тестирование. Когда вы взаимодействие связанных между собой кубиков проверяете тоже. Допустим, у вас есть сайт. Допустим, на этом сайте есть какая-то листалка картинок. Вы просто проскролливаете, что называется, картинки и смотрите. Так вот, задача как тестировщика на модульном уровне – посмотреть просто, что одна картинка отображается. Если отобразилась, все отлично. Задача тестировщика на интеграционном уровне – проверить, что эта картинка нормально работает в той самой листалке, которую вы будете листать. Может быть ситуация, когда одна картинка отобразилась, а все остальные нет. И листалка листает это одно изображение. Но еще лучше, если вы задумаетесь о том, как работает ваш сайт с вот этой галереей изображений в целом. И на этом вы как раз перейдете на системный уровень, когда будете понимать, как эта картинка попала на экран вашему пользователю, как эта галерея изображений устроена внутри и с чем она взаимодействует, с какими сущностями другими вашего сайта, допустим. Для того, чтобы описать визуальный уровень тестирования, используют так называемую пирамиду тестирования. И говорят, что внизу должно быть больше всего модульных тестов. Это тех самых маленьких атомарных каких-то проверок. Их должно быть больше всего просто в силу их атомарности. За счет того, что они маленькие, быстрые, их можно проверять чаще. Они дешевле в проверке с точки зрения вложения сил. Именно поэтому в этот уровень стоит больше всего вкладываться. Но нельзя забывать про остальные, про интеграционный и системный уровень. Они с точки зрения реализации тестировщиком, выполнения работы, они намного сложнее. Именно за счет этого их должно быть меньше. Не надо переворачивать пирамиду и получать рожок, когда у вас системных тестов большинство, а модульных меньшинство. Вы будете терять очень много времени, труда и сил вкладывать в большие сквозные проверки вашей системы, несмотря на то, что эти проверки могут приносить своим результатам проверку какой-нибудь небольшой функциональности. На своей практике я встречал, допустим, банальный сценарий, когда для проверки мобильного приложения нужно было запустить это приложение, перейти в нужный интерфейс, ввести в поле 10 тысяч символов и проверить, что это поле не позволяет вводить эти 10 тысяч символов, просто в силу ограничения длины. Кажется, эту проверку было бы здорово нести на модульный уровень и просто где-то в коде проверить ограничения принимаемой величины, не заставляя нашего бедного тестировщика запускать целиком приложение у себя. Соответственно, стоимость теста, чем выше по пирамиде, тем больше она растет. Самые дорогостоящие тесты – это системные тесты. Тестировщику, хорошему тестировщику, да, очень здорово задумываться о стоимости своей работы. Не просто бесконечно тестировать программное обеспечение и передавать ее дальше, только когда спросят, а действительно подсчитывать, сколько сил он вкладывает в тесты. Те или иные проверки. Здорово не забывать, опять же, напомню про тестирование с самого начала. Есть такой термин, как тестирование требований. Мы не только программный код тестируем, не только интерфейсы. Мы тестируем всю ту документацию, потому что на ней обычно рождается большая часть проблем. Эти проблемы накладываются на проблемы реализации, и в итоге мы получаем полностью неработающие ПО. Соответственно, когда приходит тестировщик, либо коинженер с более широким кругом обязанностей, то получаемый результат всей командой разработки становится намного-намного лучше. И самое главное, о чем всегда стоит помнить, это нужно разбираться, как работает ваша система. А тут на картинке просто какая-то абстрактная схема работающего программного обеспечения. Наверняка один из этих прямоугольничков означает пользовательский интерфейс. Тот самый, где есть кнопочки красивые, где можно нажимать, да? А все остальное, оно от пользователя-то скрыто. Но оно, тем не менее, участвует в том, как работает программное обеспечение. Если один из этих кубиков убрать, то какая-то часть пользователей просто не сможет им пользоваться. Не бывает неважных кубиков, да, неважных коробочек, когда мы реализуем программный продукт. Поэтому тестировщик, кроме того, что он пользуется сценариями, он должен в идеале всесторонне понимать, как работает то программное обеспечение, которое он тестирует. Иначе как он будет находить ошибки? Звучит на самом деле очень грандиозно и очень сложно, да? Много чего нужно проделать. И зачастую все эти действия, все проверки делают руками. Делать руками их нерационально. Мы все люди, мы допускаем ошибки, и даже те сценарии, которые мы единожды расписали, при повторных проверках мы можем сделать чуть по-другому. И этим внести ошибки в программное обеспечение, просто, допустим, чего-то не заметив. А еще ручные проверки очень дорогие. А как мы помним, стоимость тестирования неплохо бы сокращать, не проседая при этом в качестве. Поддаются автоматизации практически все действия, которые вы будете или делаете на работе как тестировщик. Это какие-то вспомогательные действия, подготовка, тестовая документация, допустим, ее тоже можно автоматизировать. Сами проверки, тест-кейсы, проходы по тестовым сценариям, это первое, что обычно берутся автоматизировать в командах разработки программного обеспечения. Людям просто иногда надоедает бесконечно делать одну и ту же работу руками. Они понимают, что у них уже замыливается глаз, и они не видят возможность части ошибок. Если переложить эту работу на роботов, на какие-то скрипты, на автоматизацию, она будет выполняться всегда четко, без ошибок и с прогнозируемыми повторениями. Как ни странно, можно автоматизировать процессы. Допустим, вы тестировщик, вы находите ошибку в программном обеспечении, вам эту ошибку нужно описать. По описанию ее должен найти разработчик, исправить, передать куда-то дальше. Эти процессы можно все автоматизировать, кроме, разве что, наверное, описания ошибки человеческим языком. Всю дальнейшую передачу работы, какие-то сообщения в чаты, письма, возможно, переводы по статусам тех задач, которые вы заводите как ошибки, это все автоматизируемо, и нужно стараться не делать эту работу руками. На самом деле, когда я говорил про описание ошибок, тут я немного лукавлю, да, возможно, и эта область скоро поддастся автоматизации. Уже сейчас есть системы, которые позволяют автоматизировать генерацию кода программного обеспечения, то есть огромные блоки текста, то есть программного кода разработчики уже могут не писать руками, а использовать какие-то автоматические системы, и это очень-очень здорово. В итоге этой автоматизации мы получаем то, что мы убираем рутину, и наши тестировщики, и, в принципе, все участники команды, где эта автоматизация появляется, становятся счастливее, они расширяют зону своей ответственности, начинают заниматься более сложными задачками, потому что не тратят время на какие-то не очень интересные повторяющиеся вещи. Что немаловажно, мы убираем человеческий фактор. Люди ошибаются, роботы не ошибаются, если, опять же, запрограммированы правильно и проведено тестирование этих самых роботов. Мы очень легко можем расширять тестовое покрытие, потому что у нас существует кода генерация, тест-генерация, и мы просто, дополняя параметрами наши тесты, можем легко увеличивать количество и разнообразие тестовых сценариев. Автоматизацией мы уменьшаем время тестирования. Наши пользователи получают изменения программного обеспечения гораздо быстрее и любые исправления. Ну и, естественно, мы сокращаем стоимость. Тестировать становится дешевле. Если говорить про хардскиллы, про то, чем нужно владеть для того, чтобы автоматизировать наше тестирование. Как ни банально, владеть нужными языками программирования. От этого все следует, это база. Вам нужно понимать, как работают компьютеры, как работают программы, которыми вы пользуетесь. Я разделил все языки программирования на несколько областей, просто от текущей ситуации в IT-мире. Ситуация может меняться, не надо догматизировать это разделение. Есть еще много замечательных языков программирования, на которых пишут. Эти просто наиболее часто встречаются. Если мы поделим наше программное обеспечение, то в нем можно выделить так называемый бэкэнд. Это первый прямоугольничек. Это та часть приложения, которая обычно скрыта от пользователей. Это та часть, которая где-то далеко в интернете на серверах используется. Есть также фронтэнд. Это интерфейс сайта, это интерфейс мобильного приложения, это любая интерфейсная часть. Возможно, это кнопка на железной панели, если мы говорим про программное обеспечение во встраиваемых системах. Это мобильная какая-то сфера, и там тоже используются свои языки программирования, свои фреймворки. Под фреймворком я подразумеваю программное обеспечение, которое помогает вам писать ту самую автоматизацию тестирования. И есть несколько универсальных языков. На самом деле сюда я поместил просто оставшиеся неназванными, потому что тот же JavaScript, например, который сейчас отнесен к фронтэнду, его можно использовать и для бэкэнда. И поэтому почему бы и не назвать его универсальным. Кроме того, что вам нужно знать языки программирования, будет здорово, если вы научитесь автоматизировать автоматизацию, как это ни странно. Представьте, у вас есть тестовый сценарий. Проверить кнопку в интерфейсе, проверить какой-то рычаг, проверить любое другое программное обеспечение. Вы молодцы, и его автоматизировали. Вы написали код, который делает ручные действия за вас. Но проблема остается в том, что вам нужно продолжать приходить и запускать этот код, который сделает ручные действия для вас. И сферы разработки программного обеспечения, информационных технологий дошли до осознания, что даже эти действия делать не обязательно. Уже написаны системы, которые убирают человека и отсюда. Они сами запускают автоматическое тестирование, автоматические проверки, сообщают вам результат. И именно по их сообщениям вы решаете продолжать тестирование продукта или не продолжать, или его можно отдать пользователям. Соответственно, изучение таких программных продуктов – это огромная область для того, чтобы расширять свои знания как тестировщика. Не только смотреть на интерфейс программы, которую вы тестируете. Смотрите на программное обеспечение, которое позволяет доставлять то самое ПО вашим клиентам. Таким образом, используя автоматизацию, используя различные техники и прочее, мы уменьшаем петли обратной связи. Напомню, что главная задача тестировщика – найти проблему и сообщить о ней своевременно. И чем короче петли обратной связи, чем быстрее происходит общение тестировщика со всей остальной командой, тем быстрее мы узнаем о проблемах как команда, тем быстрее мы можем их исправить и исправление отдать нашим пользователям. Возможно, доработать наше программное обеспечение так, чтобы пользователи стали еще чуть более счастливыми. Поэтому, если не касаться hard skills нашего тестировщика, то ему важны софтовые составляющие. Тестировщик, который где-то там уединенно сидит и тестирует программное обеспечение и никому не рассказывает даже, что он делает, а тем более не спрашивает вообще, что нужно проверять, как работает программное обеспечение, то этот тестировщик не покажет хорошие результаты. И, скорее всего, те проверки, которые он делает, не закроют большого пласта именно с точки зрения обеспечения качества в ПО. Но тестировщику важно быть как можно более коммуникабельным, любопытным, ходить, интересоваться, что вокруг происходит. Для этого он общается со всеми участниками команды разработки. Это не только напрямую разработчик, который написал код, который он тестирует. Это также аналитик, также заказчики, также те люди, которые будут выкладывать программное обеспечение. Бывают ситуации, когда тестировщик проверяет ПО у себя где-то, да, локально, ставит на свой ноутбук, допустим, программу, на телефон. Он, возможно, собирает из запчастей какую-то отдельную установку, в которую закачивают программное обеспечение, и смотрит на нем, работает или нет. И такие ситуации приводят к тому, что когда пользоваться начинают реальные клиенты на реальных устройствах, да, невымышленных тестовых средах, то они как раз и встречаются с проблемами, о которых тестировщик вовремя не сумел предупредить команду разработки. Таким образом, посмотрев на все области, которых так или иначе касается наш тестировщик, мы можем прийти к выводам, куда же можно развиваться, если вы пришли в профессиональную область обеспечения качества. Для этого мы посмотрим, что же такое тестирование, и в чем его отличие от обеспечения качества, да, почему я использую именно два термина. Представьте себе, у нас есть тестирование. Это тот самый маленький небольшой шажок в цепочке поставки нашего программного обеспечения, на котором тестировщик говорит о том, правильно работает программа или нет. У него есть требования перед глазами, есть программа, он их раз сравнивает, говорит, совпадает с требованием, не совпадает. Все, не совпадает, передаю назад, совпадает, отдаю дальше. Это моя маленькая работа, да. Гораздо круче и профессиональнее, если вы не только тестируете, вы контролируете качество. Вы всесторонне проверяете ту документацию, те требования, которые к вам приезжают. Вы проверяете всесторонне программу. Вы устанавливаете такие практики в команде, когда мимо вас дефекты, какие-то проблемы в программном обеспечении просто не могут проскочить. Вы не относитесь формально к работе. Вы именно контролируете качество на своем этапе. Но еще более масштабно профессиональная область выглядит, когда вы задумываетесь о том, что качество нужно обеспечивать. Нужно его не просто контролировать на вашем шаге, а нужно обеспечивать все процессы в команде разработки так, чтобы к вам доезжал минимум проблем. Возможно, нужно пообщаться с разработчиком и поменять процесс разработки. Возможно, каких-то инструментов, которые автоматически будут проверять его код, туда добавить. Возможно, вам нужно пообщаться с тем человеком, который пишет требования под систему. Возможно, он систематически что-то забывает. Вы каждый раз, как тестировщик, на это натыкаетесь, но никому не говорите. Возможно, там стоит поменять процесс для того, чтобы все дальнейшие требования выдвигались уже с нужной планкой качества. Возможно, вам стоит помочь заказчику, тому бизнесу, чье программное обеспечение вы тестируете, правильно исследовать рынок. И это тоже будет влиять на качество. Сравнительно небольшая проблема, если вы выпустили программу, которая работает неправильно. Гораздо большая проблема, если вы выпустили вообще неправильную программу, которая никому не нужна. И вот quality assurance, обеспечение качества и инженеры по обеспечению качества сейчас очень цены на рынке труда по сравнению с отношением профессиональным, как бы бывших тестировщиков. То есть, когда мы говорим тестировщик, хочется, чтобы профессионально вы стремились стать именно инженером по обеспечению качества. И с этой точки зрения развивали свои профессиональные навыки, наращивали hard skills, наращивали soft skills и не ограничивались тем маленьким колодцем в пути доставки ценности, который вам выделен. Это вам откроет дорогу в профессиональном развитии, в ценности вашей на рынке труда. И вместе с этим принесет большую ценность тем командам, в которых вы будете работать. То есть такая ситуация выигрышная с двух сторон. И когда мы говорим о том, куда нашему тестировщику можно расти, то тут банально три направления. Можно расти вверх, то есть просто по карьерной лесенке. Сначала приходить к младшим тестировщикам, потом выходить на позиции, как их называют, на рынке middle, то есть уверенных самостоятельных ребят, потом становиться старшими сеньорными тестировщиками, инженерами уже даже скорее по обеспечению качества. И потом идти либо в техническое лидерство, либо в лидерство командное, после чего становиться уже директорами, ответственными за качество всей компании, либо как-то профессионально менять, возможно, область, если это становится неинтересно. Можно расти вглубь. Можно не идти по карьерной лесенке, а можно становиться узкоспециализированным, нишевым профессионалом. Он будет получать сравнительные деньги по сравнению с ребятами, которые профессионально растут. Узкая экспертиза обычно очень ценная, и вы легко можете найти компании, которым эта экспертиза требуется. От вас не будут требовать широкого спектра каких-то ваших профессиональных достижений. Вы умеете делать точечно конкретные вещи, и такой экспертизы, как у вас, допустим, на рынке нету больше ни у кого, просто потому что вы вложили в это свое время, свои усилия, и как бы 10 тысяч повторений, кроме вас никто не сделал. Вы становитесь профессионалом с точки зрения экспертизы. Еще тестировщик, да, мы посмотрели, что он смотрит в кучу мест по пути разработки программного обеспечения, и из-за этого он легко может поменять свой профиль занятости. Вы можете заинтересоваться той области, где рождаются идеи, где расписываются требования. И вы можете стать так называемым продуктом, который придумывает вообще программное обеспечение. Можете стать разработчиком на автоматизировавшиеся тесты. Вам может понравиться код, вы можете захотеть писать именно продуктовый код, а не тестовый. Вы можете стать числовым аналитиком, системным аналитиком, аналитиком, который прорабатывает какие-то метрики использования программного обеспечения, потому что тестировщик смотрит не только в левую сторону от себя, где пишут программу, но еще и в правую, туда, где она работает. Смотрит, как она используется у клиентов, смотрит, есть ли у них какие-то проблемы, не зависает ли у них приложение, не встречается ли каких-то серьезных проблем. А может быть, вы вообще захотите стать дизайнером. Может быть, вам настолько понравится тестирование, например, фронт-энда интерфейсов, что вы захотите влиять как-то визуально на то, что получают клиенты. И в принципе, любые дорожки в области информационных технологий для сотрудников, ребят, которые проходят дорожку тестировщика, тестировщика, инженера по обеспечению качества, они становятся открытым. Вы за всю свою карьерную жизнь познакомитесь с большим многообразием профессиональных профилей. У вас будет какой-то багаж знаний, какая-то база о том, как они работают. И поэтому вы в любую область сможете прийти и быстро разобраться просто в силу того, что технически ваш багаж знаний будет очень широким. И тут я люблю говорить, что тестировщики, коинженеры, они такие E-shaped профессионалы. То есть это люди, у которых выращены способности в нескольких странах. Это первое. У них есть экспертиза. Вы понимаете, как работает программное обеспечение, что оно делает, как оно устроено. У вас есть опыт. Вы наработали в силу своей профессиональной области опыт в нескольких областях смежных. Вы узнали, как работает разработчик, вы узнали, что делает технолог, вы узнали, как вообще доставляется программное обеспечение. И поэтому ваш опыт становится очень ценным. Вместе с этим у вас, как у тестировщиков, есть права влиять на ход событий, влиять на то, каким программным обеспечением будут пользоваться клиенты. Вы именно тот человек, который задает планку качества для пользователей. И, естественно, без любопытства в профессии, наверное, больших достижений не совершить. Вы должны все время искать, как вам, как бы это ни банально не звучало, как вам сломать ваше программное обеспечение. А для этого нужно интересоваться, как оно устроено, как им пользуются, где какие проблемы могут быть. И поэтому последний пунктик – это как раз про то, что нужно все время стремиться исследовать программное обеспечение для того, чтобы быть хорошим инженером по качеству. На этом я, наверное, свой монолог буду завершать. Сейчас давайте оставим немного времени на вопросы. Мы чуть-чуть выбились за тайминг на 4 минутки. Вверху, да, вот это вот, как я читаю, Мазда, это мой логин в Телеграме. Если будет интересно пообщаться на профессиональную тему, то стучитесь туда, вот. И, наверное, я передам микрофон Ольге, чтобы она дальше нас смодерировала как-то. Да, сейчас буквально возьму слово на 2 минутки, расскажу про нашу дипломную программу, пока вы, уважаемые слушатели, можете писать в чат вопросы Алексею. Все, что вас интересует, может быть, что-то более подробно, да, уточнить нужно. Также в чате разместила информацию по стажировке для QA-инженеров в Тинькофф-банке. Можете ознакомиться с ее описанием по ссылке. Что хочу сказать, что в нашем учебном центре мы готовим тестировщиков с нуля. То есть даже если у вас нет никаких абсолютно навыков, можете прийти к нам в учебный центр и освоить эту программу и получить такую переквалификацию по данной профессии. И сегодня для тех, кто зарегистрировался на данный вебинар, кто зарегистрировался и посмотрит нас в записи также, у вас есть возможность получить грантовую поддержку на обучение по данной дипломной программе. Можете воспользоваться промокодом тест ГРАН-21, просто назовите его менеджеру, с которым будете общаться, если захотите оформить и учиться по данной дипломной программе. Вот, наверное, все, что я хотела сказать. Уважаемые слушатели, есть ли какие-то вопросы? Мне кажется, сейчас можно даже голосом сказать, хотя, наверное, такая была очень исчерпывающая презентация, всесторонняя, даже сама погрузилась, с интересом слушала про данную профессию. Безусловно, можно голосом. Я не знаю, есть ли возможность сразу включать микрофоны. Если вам что-то еще интересно, что-то показалось любопытным, то не стесняйтесь, либо в чат пишите, либо сразу голосом можем пообсуждать. Да, вот Алексей пишет, что было очень интересно. Кто дайте, может быть, обратную связь, в каком вы сейчас состоянии, насколько доступна была информация, может быть, насколько было интересно, полезно вам. Мне кажется, вы так, Алексей, плавно и постепенно рассказали исчерпывающую про эту тему, про тестирование. И правда, как будто бы вопросов больше не осталось. Но вот для меня, наверное, как такого представителя слушателей, после презентации возник такой вопрос, что скорее такое, знаете, ходит распространенное мнение, что тестирование – самый такой простой путь вхождения в IT. если у тебя нет склонности, может быть, к программированию, к разработке, то вот может быть через тестирование, да, есть такой шанс, и вроде как это такой не слишком долгий путь. Сегодня, послушав вас, слышу, что процессы в этой области, они как будто усложняются. То есть уже ручного тестирования становится, навыков ручного тестирования становится все недостаточно, как будто это сокращается просто количество даже таких людей с такими навыками, и нужно больше. Все так. Никита в чате тоже спрашивает, с учетом скорости автоматизации процессов, имеет ли смысл заходить с нуля в тестирование? Наверное, отвечая, Оль, и на твой вопрос, и на вопрос Никиты, с нуля имеет смысл заходить. Потребность в тестировщиках сейчас на рынке очень большая, и действительно долгое время это рассматривалось как такой легкий старт в IT. И он действительно легкий, если вы находите вакансию для себя именно тестировщик, который делает руками. Руками проверить интерфейс, это несложно. То есть я расскажу, у меня вот первое место работы, которое я про фондовые биржи рассказывал. Я пришел туда, не зная вообще, что такое тестирование. И неделю мы занимались тем, что понимали, что нам нужно проверить требования и сравнить их с тем, как работает программа. И это действительно несложно. У вас написано просто текстом, программа должна работать вот так, кнопка должна нажиматься. И вы запускаете программу, нажимаете кнопку, нажимается, ставите галочку, проверено. Вот. В таком формате это очень легкий путь в IT. Вы в то же время уже можете назвать себя IT-шник, да, я работаю с программным обеспечением, с информационными системами, но это действительно объективно несложно сравнивать, как работает программа и как она должна работать. Тот этап, когда вам вот этот легкий вход в IT уже начнет как-то сказываться на вашем профессиональном развитии, это, наверное, этап, будете ли вы вкладываться в профессиональное обучение, в автоматизацию, в то, будете ли вы разбираться, как работают программы, либо навсегда застрянете на уровне сравнения, типа нажимается кнопка или нет. Вот на этом уровне вы, да, вы будете продолжать находиться в IT, но я бы не сказал, что это прям оптимальный карьерный какой-то путь. Потребность в ручных тестировщиках, как их называют на рынке, она есть, она не то, чтобы сильно падает. Есть компании, где действительно ручное тестирование все еще востребовано, но постепенно все переходит на рельсы автоматизации, на какие-то языки программирования и прочее. И даже если вы сейчас вот приходите в тестирование на позицию ручного тестировщика, тут как бы профессиональное, пожалуйста, задумайтесь сразу о том, как вы дальше в этой области будете расти. Даже если вы будете менять профиль, вам все равно знание того, как работают компьютерные системы, знание базового языков программирования, оно будет очень помогать. В разработку действительно очень сложно с нуля зайти, не зная языков программирования. И именно это отличает профессию тестировщика от разработчика. В тестировщику вы можете прийти, не зная программирования, и просто потом уже задумываться, чтобы расти как-то карьерно, нужно ли оно вам. В другие области такой возможности нет. Программист, который не умеет писать код, непонятно, зачем нужен. Так, вопрос от Станислава. На что обратить внимание при подготовке тестовых кейсов? Так, Станислав, а ты не хочешь голосом перезадать вопрос, потому что он немного размыт, и я не понимаю, в какую сторону отвечать его. Или еще раз можно... Здравствуйте. Меня слышно? Да, да, да. Да, вот смотрите, я просто сейчас работаю бизнес-аналитиком, вот, и в сферу моих обязанностей входит именно, ну, такое вот черного ящика тестирования. И вот у меня сложность именно, как вот при подготовке кейсов тестовых, объять необъятные. То есть подготовить их таким образом, чтобы, ну, оптимально можно протестировать функционал, который я получил, как, ну, как заказчик, наверное, да. Вот в этом вопрос. Понятно объяснил? Да, да, да. Исследовательское тестирование, оно невозможно, да, то есть объять весь объем у нас никогда не получится. А хорошо, если есть явные требования какие-то выписанные, да, и задокументированные. В то же время при ускоряющемся вот этом цикле разработки требования обычно не расписываются досконально, если, опять же, мы там не касаемся ПО, связанного там с жизнью и здоровью людей, допустим. Вот. Так как требований нет, то зачастую к тестировщику приезжает программный продукт, который нужно протестировать. И это единственное требование, которое появляется. Для того, чтобы понимать, какие сценарии прорабатывать, я думаю, разумно использовать техники тест-дизайна, посмотреть на виды тестирования и типы тестирования, то есть задуматься о том, что такое ваша программа, в виде чего она существует. То есть это какой-то установочный пакет для того, чтобы дальше появился интерфейс у пользователя. Это какая-то программа, которая удаленно где-то работает, это программа по телефону и прочее. Какие функции есть у нее, да? Просто посмотреть на интерфейс, если он есть, и подумать, вот я как пользователь, с чего начинаю ей пользоваться, и весь мой пользовательский путь, от какого момента, там, от запуска программы, от вхождения в какое-то окно, где он начинается и где заканчивается, и какие могут быть развилки. Например, тем же офисным пакетом, да, я могу пользоваться, просто забивать туда текст, как блокнотом, а могу начать пользоваться, вставлять картинки, делать в нем какие-то презентации. И это все те самые развилки, на которых появляется еще больше возможностей для тестирования. Тут главное вовремя ограничить свою фантазию, полет, потому что мы тогда начнем склоняться в сторону исчерпывающего тестирования, проверять какие-то негативные сценарии, да, которые полностью разломывают нашу программу, углубляться в какие-то ветки, которые, может быть, даже клиентам и не очень обязательны. Поэтому очень здорово, как тестировщику, понять те границы, до которых нужно осуществлять тестирование, сходить пообщаться с заказчиком, с бизнесом, с аналитиком, с технологом, то есть теми, кто прорабатывал требования именно к программному обеспечению. Возможно, они их не формализовали, да, документа как бы нет именно технически, но все равно кто-то есть тот человек, который представляет, как все должно работать. А для того, чтобы привести в порядок все мысли в голове, это как раз майнд-карты, какие-то блок-схемы, те подходы к написанию тестовых сценариев для того, чтобы понять именно до каких границ проверять. Там техника граничных значений, да, вам не нужно весь диапазон проверять. Классы эквивалентности. Вы просто выделяете те области, которые похожи друг на друга и не проверяете однотипно и не делаете каких-то однотипных проверок. Если совсем интересно, то используйте парное тестирование. Вот когда я говорил там про проверку одного-двух параметров, это очень тоже классная техника. Там сотни кейсов, сотни проверок можно сократить до десятков. И это облегчит вам работу, при этом сохранив качество. Вот. Поэтому нужно просто разбираться, смотреть, какие требования выставляются к тому или другому программному обеспечению. И от них уже писать тест-кейсы. Сначала это будет какая-то маленькая база тест-кейсов, да, просто основные проверки. Потом с каждым повторением у вас эта база будет развиваться. Вы будете дописывать те, которые уже есть. Возможно, у вас придут идеи, где еще что можно проверить. Это итеративный процесс. Если мы начнем расписывать все тестовые сценарии, то, ну, наверное, мы придем к водопадной модели, да, и вся команда будет очень-очень долго ждать, когда же мы все проработаем с нуля. Спасибо большое. Черпывающий ответ. Спасибо. Так. И вопрос от Иваны. Возраст серьезное ли препятствие для вхождения в профессию? Иван, я скажу, что нет, возраст не серьезное препятствие. Сейчас из того, что я вижу на рынке, выставляются требования именно к профессиональным каким-то качествам, да, и тут я сейчас не говорю о высокой планке именно профессиональных достижений в области тестирования. Вам должно быть интересно, как работает программное обеспечение. И, наверное, вот этот вот интерес, вот это любопытство какое-то такое, проактивность, да, инициативность, это основные софт-составляющие с точки зрения профессии тестировщика. Возраст может играть в именно профессиональной занятности, но, скорее всего, он сыграет только в некоторых компаниях, да. Могут быть ситуации, когда команда собрана из людей определенного возраста, и появление в ней человека отличающегося, оно нарушит микроклимат в команде. Но это уже просто профессионально, даже не касаемо профессии, это в любой деятельности такое происходит. В то же время у меня на опте есть вполне положительные примеры, когда команда молодых ребят, там, 20-летних, да, которые вот они еще только начинают тестировать, к ним приходит дяденька уже такой, как бы я по себе скажу, там, в возрасте ему там 30-40 лет, по сравнению с ними он в два раза старше. Но это ни разу не камень преткновения для общения в команде. Тут главное, как вы сами себя позиционируете. То есть, если вы открытый, если с вами легко общаться, если вы достаточно дотошный, любопытный, да, то в любой команде вам будут рады. Профессионалы везде нужны. Главное, ваши именно человеческие качества и то, насколько вы серьезно хотите вкладываться в профессиональное развитие. Я бы еще хотела сказать, что некоторые компании даже видят плюс в людях, так сказать, выбирают даже в сторону более возрастного кандидата, так как это уже более осознанный человек, более ответственный, чем совсем свежий какой-то юный, как бы, молодой специалист. Может быть, даже для каких-то компаний ваш возраст будет и плюсом, если вы с грамотной точки зрения, грамотно преподнесете себя вот не только свои хардскиллы, но и софтскиллы. Да, потому что возраст — это такой же опыт. В команду можно приносить ценность не только, зная какие-то модные новые технологии, а еще ценность именно на основе своего опыта. Ну что, я думаю, что на все вопросы мы ответили. Достаточно сегодня глубоко погрузились в тему тестирования. Алексей, хочу вас поблагодарить. Это такое глубокое, интересное, динамичное выступление. Еще раз уточню, как сейчас в вашей команде, насколько есть там потребность в тестировщиках, какого уровня? Может быть, как-то слушатели могли бы тоже как-то откликнуться. У нас потребность есть, она не заканчивается, она только растет, так как группа компаний развивает свои различные направления. У нас появляется все больше и больше программных продуктов, соответственно, появляется все больше и больше кода, которые нужно проверять. И инженерно мы растем в командах, и вот из тестировщиков мы превращаемся в инженеров именно по обеспечению качества. Мы не смотрим только на программу, мы смотрим еще на процессы, на команды, на то, что происходит в других командах, как это влияет на наше программное обеспечение. Поэтому поток кандидатов хочется, чтобы не спадал. Мы всегда рады свежим людям, хотел сказать свежей крови, свежим людям, новым знаниям, потому что они приносят, опять же, свой какой-то опыт, свои какие-то подходы, идеи. И на идеях мы очень-очень быстро начинаем двигаться. В плане уровня тут разнообразно. Естественно, есть потребность в сильных скилловых специалистах, но в то же время не падает потребность именно в новичках профессиональной деятельности. Тут две, наверное, составляющие. Первое, то, что те самые сильные специалисты должны тоже профессионально расти, а для этого они должны обучать тех, кто еще только недавно пришел, для того, чтобы как-то компоновать свои знания, как-то передавать их дальше, как-то задумываться о том, ну, брать паузу на размышления. То есть, когда ты ежедневно там что-то делаешь, 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 может не оставаться времени просто отрешиться, взглянуть как бы с другого уровня абстракции на свою работу. А когда у тебя есть новичок, которому тебе нужно передать знания о твоей работе, такое время само собой появляется, потому что это непосредственно рабочая задача. И в то же время новые люди, которые еще не знакомы с профессией, у них не замылен вот этот взгляд, они могут находить очень интересные проблемы в программном обеспечении, в процессах, в командах, во всем том, к чему сторожи вы уже привыкли просто и не обращают внимания. Я так понимаю, что вот по ссылочке, которую мы в чат отправили, можно там тестовое задание выполнять и пробовать в команду к вам попасть. Да, у нас, ну, набор я посмотрел, он открывается периодически, то есть это вот сейчас есть, видимо, уже в следующем году он повторится, и в целом по году мы его повторяем, ну, то даже сложно сказать, несколько раз, потому что это больше, чем несколько. Мы достаточно часто открываем такие наборы, поэтому, уважаемые слушатели, если вам интересно стать тестировщиком, попробовать, то приходите. Спасибо. Я думаю, для многих это как-то будет очень актуально. Ну что, на этом я тогда останавливаю запись.